Максимальная сдержанность Почему Европа не поддержала американскую трактовку инцидента в Аманьском заливе? 17 июня 2019 года, 22-23 Виктор Миронов, Елизавета Камарова Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Магирини призвала к сдержанности в оценке инцидента в Аманьском заливе, где 13 июня были подожжены два танкера. Таким образом, она не поддержала позицию США, Израиля и Саудовской Аравии, которые сразу же обвинили Иран в организации теракта. МИД Германии также воздержался от выводов о чьей-либо виновности. По мнению аналитиков, страны ЕС не заинтересованы в усилении давления на Иран, поэтому постараются помирить Исламскую Республику с США. В то же время не факт, что обе страны согласятся на переговоры при посредничестве Брюсселя, считают эксперты. ЕС призывает реагировать с максимально возможной сдержанностью на инцидент в Аманском заливе и провести деэскалацию напряженности в регионе. Об этом заявила 17 июня глава европейской дипломатии Федерика Магирини. «Мы призывали к максимальной сдержанности. Мир просто не может себе позволить очередной кризис», — сказала она перед началом переговоров Совета по иностранным делам ЕС. Эту позицию поддержал германский МИД. Берлин ознакомился с доказательствами вины Ирана, которые предоставили США, уведомил журналистов глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайкамаас на брифинге в Люксембурге. «Мы сравниваем это с нашей информацией. Думаю, нужен крайне тщательный подход. Мы продолжим обмен с нашими партнерами», — приводит его словарь РИА Новости. МААС воздержался от каких-либо выводов или утверждения чьей-либо виновности во взрывах в Аманском заливе. По его словам, Германия не определилась в своей оценке инцидента. Выяснить все обстоятельства инцидента путем независимого расследования призвал ранее генеральный секретарь Орн Антонио Гутереш. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что истина в этом деле уже установлена. В интервью телеканалу Fox News 14 июня он прямо возложил ответственность за подрыв танкеров на Иран. Об этом же заявил госсекретарь Майк Помпео. То, что произошло, совершенно ясно, это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. «Сомнению нет», — сказал Помпео 16 июня в интервью Fox News, также по теме. «Повод для усиления экономических санкций, как США используют тему ядерного оружия для давления на Иран. Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием», — сообщил министр иностранных дел Иранома Хамадзариев. Это заявление прозвучало после. В качестве доказательства этих обвинений Пентагон обнародовал видео, на котором, по утверждению Вашингтона, моряки корпуса Стражи Исламской Революции, Ксир, снимают с одного из судов на разорвавшуюся мину. При этом опубликованная запись отличается довольно низким качеством, из-за чего определить, что именно делают на ней люди и к какой стране они принадлежат, невозможно. При этом позицию США уже поддержали Великобритания, Израиль и Саудовская Аравия. Однако представители властей большинства стран Европы весьма осторожно комментируют инцидент в Оманском заливе. Напомним, 13 июня в международных водах Оманского залива были взорваны два танкера «Фронт-Алтар» шел под флагом Маршаловых островов и «Кокококорейджес» шел под флагом Панамы. Никто из членов экипажа не пострадал. Моряков «С» «Кокококорейджес» спасли голландский «Буксир» и американский «С» «Минец» «Бэйнбридж» экипаж «Фронт-Алтар» приняли на борт южнокорейский сухогруз. «Хайандай-Дубай» и корабли «Ксир». Среди спасенных моряков 11 россиян. Иран категорически отрицает причастность к взрывам танкеров. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавадзарив заявил, что имела место тщательно подготовленная провокация. В своем Twitter он обратил внимание на то, что танкеры, перевозившие груз японской компании, были атакованы во время визитов в Тегеран премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Взрывы танкеров, следующих в акватории Аманского залива, не первый за последнее время, напоминает он. В мае четыре коммерческих грузовых судна были атакованы в территориальных водах УАЭ. США также обвинили в этих диверсиях Иран, однако каких-либо убедительных доказательств предъявлено не было, отмечают политологи. Если говорить объективно, то все эти взрывы не в интересах любого государства региона. США они тоже невыгодны. Однако не следует забывать, что есть силы, которые кровно заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана не нормализовалась даже в минимальной степени, утверждает Владимир Сажин. К этим силам эксперт относит в первую очередь ИК. Эта группировка противостоит Ирану и имеет технические возможности для совершения такого рода диверсий, отмечает эксперт. В рядах группировки есть профессионалы в области военного дела и диверсий. Их подготовка достаточно для того, чтобы осуществить такие сложные с технической точки зрения теракты, считает Сажин. Также по теме могут требовать от Европы активных действий, Иран упрекнул страны СВПД в несущественной поддержке по ядерной сделке. Иранский лидер Хасан Рухани обвинил государство, участвующее в совместном всеобъемлющем плане действий, в недостаточной поддержке. По. Кроме того, влиятельные противники нормализации обстановки вокруг Ирана есть во многих государствах региона, полагает эксперт. Поэтому сказать наверняка, кто стоит за этими терактами, нельзя. Не только Германия, но и ряд других стран вплотную занимаются выяснением всех обстоятельств и поиском виновника этих террористических актов. Если выяснит, это будет положительным моментом, говорит Сажин. «Нельзя исключить, что взрывы танкеров направлены против арабских стран Персидского залива, которые зависят от цен на нефть и ее бесперебойной доставки до потребителя морским путем», — отметил в беседе С. А. Т. «Никто не понимает, кто это сделал, но понятно, что это был точно не Иран. Это всем ясно, в том числе и в Евросоюзе. Поэтому склонить ЕС на свою сторону США вряд ли удастся», — полагает эксперт. Политика против бизнеса. В сложившейся ситуации Евросоюз будет стремиться примирить США и Иран, считают аналитики. Однако миротворческие усилия ЕС будут в итоге наталкиваться на недоверие со стороны Вашингтона и Тегерана, где уверены, что Европа должна предпринять определенные действия. С точки зрения США, ЕС должны поддержать своего американского союзника, с точки зрения Ирана, европейцы должны выполнять свои обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД, и восстановить экономические связи с иранцами. Взрывы танкеров в Аманском заливе произошли в крайне неподходящей для урегулирования ситуации вокруг Ирана время, — отмечает в беседе С. С.А.Т. — старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова. Приостановив выполнение обязательств по ядерной сделке, Иран сделал то, что обещал, но сейчас это выглядит как ответ Тегерана на американские обвинения в терроризме и попытка нагнетать обстановку, — говорит эксперт. Однако иранцы вовсе не заинтересованы в обострении ситуации и уж тем более в военном конфликте. Экономика их страны находится не в том состоянии, чтобы идти на конфронтацию. Иран приостановил свои обязательства по СВПД, чтобы воздействовать на Европу. Европейцы подчинились санкциям, которые ввели США. Речь идет о вторичных санкциях против компаний, которые ведут торговлю с Ираном, в частности закупают иранскую нефть, — утверждает Федорова. Также по теме. По сирийскому сценарию, почему Тегеран убежден в намерении США добиваться смены власти в Иране, Вашингтон ведет против Тегерана психологическую и экономическую войну, стремится подорвать государственность и обеспечит смену. Ранее представитель Организации по атомной энергетике Ирана, АЭИ, Бехрус Камальванди заявил, что иранцы прекращают экспорт тяжелой воды. Также они планируют к 27 июня получить свыше 300 килограммов обогащенного урана и оставить его на территории Исламской Республики. И то и другое запрещено СВПД по иранской ядерной программе. Согласно положениям этого документа, Иран обязан продавать тяжелую воду и иметь не более 300 килограммов обогащенного урана. В мае иранский президент Хасан Рухани заявил, что Тегеран в течение 60 дней приостановит часть своих обязательств по СВПД. Иранские власти связали свое решение с выходом 8 мая 2018 года Соединенных Штатов из ядерной сделки. Вслед за отзывом подписи президента США по СВПД Вашингтон расширил санкции против Ирана и призвал присоединиться к ним страны ЕС. Так как в сложившейся ситуации европейские государства не могут в полной мере выполнить обязательства СПВД, которые предусматривают восстановление экономических связей стран Евросоюза с Ираном. Сама ядерная сделка теряет смысл, заявил Мохаммад Джавадзариев. Сейчас есть короткое время для остальных участников СВПД, в частности европейских стран, с тем, чтобы обязательства, которые их министры приняли на себя, были реализованы, сказал глава МИД Ирана журналистам 8 мая на брифинге после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Владимир Сажин отмечает, что европейцы выработали механизм для обхода американских санкций. Но пока никакой практической деятельности европейского бизнеса через этот канал не прослеживается. Дипломаты и политики выступают за, а бизнес, против по очень простой причине, они боятся американских санкций, говорит эксперт. В политическом плане Америка вряд ли перетянет Европу на свою сторону, но, действуя жесткими экономическими санкциями, как первичными, так и вторичными, против всех физических и юридических лиц, которые ведут бизнес с Ираном, США могут изолировать эту страну, отмечает Сажин. Инцидент в Аманском заливе добавляет дополнительной напряженности и неопределенности в ту ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Ирана, резюмирует Федорова. Исламское государство, ИК, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.